Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поговорить с тобой о стейблкоинах, которые уже не совсем-то и стейбл. Если что, стейблкоин — это криптовалюта, курс которой привязан к одному доллару, а значит, она всегда должна стоить один доллар. Это очень важно для стабильности всего криптовалютного рынка. Дело в том, что от таких стабильных монет очень сильно зависит абсолютно весь криптовалютный рынок, и мы увидели это на примере TerraUSD. Этот стейблкоин рухнул с одного доллара до девяти центов, и биткоин из-за этого падал до двадцати пяти тысяч долларов. Пока все обсуждали TerraUSD, мало кто заметил, что эта тревожная тенденция продолжается. Так, например, стейблкоин Day рухнул и утратил паритет с долларом США. Теперь он стоит не один доллар, как положено, а шестьдесят центов. Если мы зайдем на CoinMarketCap, то увидим, что третьей крупнейшей криптовалютой является тезер USDT с рыночной капитализацией 74 миллиарда долларов. Это крупнейший стейблкоин на рынке, и если с ним что-то случится, для биткоина и альткоинов наступит катастрофа еще больше, чем крах USDT. Давай поговорим об этом, а также про TerraLuna и про новости от Джерома Паула и ФРС США. И если для тебя это звучит интересно, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день поднимаем самые актуальные темы из мира криптовалюты. Спасибо за поддержку. Начнем с больших новостей для экономики и активов, в том числе для криптовалюты. Первое – это Джером Паул. Вчера я говорил о том, что он даст некое интервью, и что обычно после этого рынки сразу падают. Собственно, это и произошло. Биткоин упал до 29,5 тысяч долларов. Джером Паул вышел и сказал, что ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не остановится. Мы уже видели повышение ставок недавно, и это заставило фондовые, да и криптовалютные рынки понервничать. Может, мы и должны пройти через эти потрясения, чтобы оздоровить экономику. Ведь здоровая экономика будет залогом и здорового роста криптовалютного рынка. Так что вчерашние заявления Джерома Паула напрямую касаются биткоина и криптовалюты. Но вот следующая информация касается ее уже косвенно. Но касается. Акции Walmart рухнули после публикации доходной отчетности. Оказывается, выручка оказалась ниже прогнозируемой, а операционная прибыль упала практически на 23%. Они объясняют это непредсказуемыми обстоятельствами, связанными с рекордной инфляцией и подорожавшими цепочками поставок. Очевидно, это произошло из-за роста цен на топливо в том числе. Ты просто посмотри, как с начала года практически все выросло в цене. Уголь вырос на 318%. Природный газ на 177%. Литий, кстати, на 414%. А я месяца полтора назад снимал видео о том, что он вырастет значительно, так как спрос на литий-ионные аккумуляторы будут расти. Пшеница также начала дорожать, как и многие другие продукты питания. Эта инфляция, разумеется, будет отображаться и на криптовалютном рынке. Так, биткоин сегодня падал до 29,5 тысяч долларов. А теперь я хочу поговорить про крупнейший стейблкоин на рынке, тезер USDT. Инвесторы вывели более 7 миллиардов долларов из тезера на фоне роста страха, что у него проблемы с обеспечением. На самом деле уже больше. Рыночная капитализация тезера упала с 84 миллиардов долларов до 74 миллиардов долларов. Даже почти до 73. Конечно, это привело к временной отвязке тезера от доллара. И он падал до 94 центов. Кто-то сообщает, что на некоторых биржах он был даже 70 центов. Весь этот процесс не обошелся и без паники, вызванный крахом USDT. Так что люди тоже начали выходить из тезера. И если честно, я вышел тоже. Почему? Потому что есть риски, которыми я хочу объективно и честно с тобой поделиться. Что это за риски такие и в чем они заключаются? А в том, что тезер буквально заставили рассказать о способах обеспечения токенов USDT. И вскрылась очень интересная информация. Ранее компания утверждала, что каждый токен USDT закреплен физическим долларом США. Один USDT – это один доллар на счетах. Но оказалось, что они также обеспечены краткосрочными коммерческими бумагами и краткосрочными необеспеченными долговыми обязательствами. Вот что поддерживает какую-то часть USDT. При этом большая часть обеспечения этого стейблкоина в размере 34,5 миллиардов долларов лежит в виде казначейских векселей США. Не внушает мне это доверие, учитывая, что сам тезер всегда утверждал полное обеспечение каждого токена USDT американским долларом. Именно долларом, а не всякими там коммерческими бумагами, как оказалось. Именно поэтому мы и наблюдаем на графике цены тезера, которая практически всегда держалась около 1 доллара, вот такую массивную просадку. Пользователи некоторых бирж сообщали о том, что тезер падал до 70-80 центов на некоторых биржах. Кстати, интересно, что сейчас после этого падения тезер до сих пор не восстановился до этих отметок, которые были до падения. И если мы посмотрим на следующую интереснейшую инфографику, то увидим, что рынок стейблкоинов сейчас весит около 160 миллиардов долларов. И около половины этой капитализации занимает тезер. Однако в последнее время мы видим резкий взлет таких стабильных монет, как USDC от Circle и BUSD от Binance. Что это значит? Это значит, что люди начинают сомневаться в тезере и искать ему альтернативу. И альтернативу эту они видят в таких стейблкоинах, как USDC и BUSD. Что делаю я? Я тоже частично выхожу из тезера и переливаю эти капиталы в BUSD, USDC и другие стейблкоины. Это диверсификация рисков. Если с каким-то из этих стейблкоинов случится то же, что из терра USD, другой меня спасет. К счастью, эта паника не привела к полнейшему краху тезера, а лишь его просадке. И здесь меня осенило. То, в чем обвиняют тезер, его и спасло. А вот терра USD сгубило. И я говорю про централизацию. Да, централизованная компания тезер может даже запретить выводить свои токены USDT, если ей это будет необходимо. Тера USD это децентрализованный стейблкоин. И если там начинается паника, мы наблюдаем что-то вроде банковской паники. Когда люди бросаются снимать все свои деньги и банк лопает. Банк тоже имеет право заморозить все операции с валютой. Что, кстати говоря, у нас, например, в стране и произошло, когда началась война. И, собственно говоря, с терра USD произошло то же самое. Банковская паника. Просто это децентрализованный протокол, который не может замораживать операции с токенами. Как тезер, например. Так что, оказывается, централизация это не всегда плохо. Теперь я хочу поговорить о новостях, связанных с доквоном создателем Терра Луны. Создателя Терра Луны и USD доквона вызывает в парламент Южной Кореи, где хотят провести слушание касаемо коллапса Терра USD и Терра Луны. От этого коллапса пострадало почти 300 тысяч граждан Южной Кореи. Политики, очевидно, собираются привлечь доквона к ответственности. И, казалось бы, команда Терра Луны уже нашла выход и спасение, как появляются новые проблемы. Кроме США и Сингапура, теперь еще Южная Корея может засудить доквона за крах Терра Луны и USD. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Также подписывайся на канал. Телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok